Добрый день. Меня зовут Вячеслав Дмитриевич Лютый. Я литературный критик, заместитель главного редактора воронежского журнала «Подъем» и председатель Совета по критике Союза писателей России. В свое время я начинал писать стихи, но потом, по мере прохождения времени и по мере учебы в литературном институте, как-то вот эти вот мои стихи, они преобразовались в критику. И потом оказалось так, что критика меня интересует гораздо больше, нежели собственная поэзия. И уж во всяком случае, вот моя критика в привязке к поэзии нынешних поэтов, она, в общем, делает какое-то доброе и, как я предполагаю, благодарное дело. О чем вы мечтали в детстве, юности? Кем себя видели в будущем? Я родился в семье советского офицера, полковника в отставке, Лютого Дмитрия Анатольевича. Матушка моя была фармацевтом. В детстве я как бы не очень представлял, кем я буду, но ближе к окончанию школы я предполагал, что, наверное, мне стоит быть актером. Сейчас я, наверное, трижды бы перекрестился, так сказать, если бы эта мысль пришла мне в голову. Но потом как-то это было несколько легкомысленно в глазах моих родителей. Ну и поскольку меня радиотехника тогда увлекала, я поступил на радиотехнический факультет Воронежского политехнического института. И на предпоследнем курсе совершенно неожиданно для себя начал писать стихи. Это был 1976 год. И с 1976 года, можно сказать, началась моя литературная дорога. Она была достаточно извилистой. Какие-то вещи я принимал для себя как вот несомненные и вот как те предметы, которые мне нравятся. А другие, они мне не интересны, я их отодвигал. Так, например, прежде чем я начинал писать стихи, я думал, что стихи, так сказать, любят те, кто, ну, как бы их там пишет, я не знаю, или еще по каким-либо причинам испытывает к ним такое теплое чувство. Мне это неинтересно, я этим заниматься не буду. Потом я начал писать стихи. Когда я писал стихи, я попутно как-то читал те или иные литературно-критические книги, но, в конце концов, в порядке самообразования. Но при этом мысль, что я стану когда-то критиком, она бы, если бы мне кто-то ее сказал в то время, показалась бы не чудовищной. Вот. А позже уже, когда я поступил в литературный институт, надо сказать, что это поступление в целом заняло 9 лет, 5 попыток подачи творческих материалов на конкурс и два раза сдачи вот этих вот вступительных экзаменов. Вот когда я уже учился в литературном институте, и там давали такие вот темы для курсовых работ, ну, вполне необычные, я совершенно неожиданно для себя обнаружил, что мне это интереснее, чем вот то, чем я занимался, условно говоря, вчера. Вот. И я стал ходить попутно с семинаром по поэзии в семинар по критике. Благо, как-то, так сказать, это вот совпало по времени. И на тот момент в литературный институт пришел вести семинар критики Игорь Иванович Виноградов. Известный советский критик, он из редакции журнала «Новый мир». И достаточно много писал, скажем, о Тургеневе. Ну, а потом, собственно, все уже пошло как-то не то, что привычно, но, по крайней мере, с чувством того, что ты находишься на правильном пути, вот, и тебе просто нужно понимать, вообще говоря, что этот путь подразумевает и какие трудности необходимо преодолевать. Вот. Но эти трудности, они, так или иначе, впоследствии возникали не один раз, вот, да и сейчас, собственно, они возникают. Но, главным образом, они связаны с тем, что, вот, как вот я про Блока, так сказать, полагал и где-то вычитал подобную фразу, что поэт не должен бояться, что он будет выглядеть смешным или неумелым. Вот. Ну, для себя я это продолжил так, что поэт не должен бояться выглядеть смешным и неумелым, он вообще не должен бояться. Вот. И я думаю, что это вот такая позиция правильная. И если ты хочешь сказать какие-то вещи в достаточной степени острые, но при этом ты полагаешь, что, возможно, где-то, так сказать, за каким-то зловещим углом таится какой-то человек, который, так сказать, все это дело зарубит, вот, то это означает, что ты, соответственно, свою мысль не можешь выразить так, чтобы она выглядела художественно убедительно. То есть у тебя пока слаба рука. Вот. И вот над этим, условно говоря, надо работать. Ну, критика, она соотносится с поэзией и прозой в первую очередь в той плоскости, в которой, собственно, обитает художественный образ и обитает, в общем, иносказательная мысль автора, которая реализована была вот этих вот конкретных словах, которые легли на бумагу и попали к нам в руки в виде книги. То есть вот задача критики не в том, чтобы, задирая нос, в общем-то, назначить там гениев, условно говоря, и бездарей, а в том, чтобы понять, в общем-то, какой этот автор и что он хотел сказать. Меня как-то спрашивали, вот, что ты, мол, показал там, какой там он плохой. Ну, там, условно говоря, там, миреп какой-то. Вот. И я ответил, что я не стремлюсь показывать автора, какой он плохой, или какой он хороший. Моя задача в том, чтобы показать, какой он. Есть такая фраза известная у Томаса Манна во «Осом на горе», что ни одним своим словом, вот, ни одной фразой мы не можем скрыть себя в абсолютной степени. То есть всякий раз мы себя выдаем. Эта фраза, в общем, правильная, условно говоря. Вот. Потому что так оно и происходит. Потому что таким образом мы, в общем, делаем свои какие-то выводы по отношению к человеку, который, скажем, мимически как-то себя ведет. Вот. Как-то слова говорит, так сказать, не так. Вот. Ну, а уж там про словарь я не говорю. Словарь, в общем, тоже характеризует его в достаточной степени полно. Вот. Роль критики, она целиком вытекает из такого положения. Вот. По перефразированным словам Белинского, критик – это представитель корпорации читателей, а не представитель корпорации писателей. У нас сегодня получилось так, что очень многие записные критики являются представителями корпораций писателей, удачливых, так сказать, издателей, ну, и еще, так сказать, каких-либо инстанций. Вот. А, собственно, его задача, критика, в том, чтобы быть среди читателей и попытаться понять, в общем, умом стороннего человека, ну, применительно к себе, как вот к читателю, может быть, более оснащенному, более продвинутому, вот, что содержится в том или ином произведении, в том или ином стихотворении или, там, скажем, романе. Потому что очень часто у нас бывает так, что какие-то литературные вещи толкуются, ну, совершенно, так сказать, непостижимым образом. Там отыскивают то, что там даже не ночевало. А какие-то вещи совершенно очевидные, они ускользают, в общем-то, от внимания, вот, совершенно абсолютным каким-то образом. Все, чего добивается человек – дело его рук. Или есть счастливый случай? Вы знаете, честно говоря, я в случайность не верю, потому что в моей жизни случайностей особенно не было. Были какие-то промыслительные или встречи, или не встречи. Вот. И были встречи такие, которые могли бы состояться, скажем, там, года четыре тому назад, но по каким-то причинам они не произошли. Вот. И вот, как бы ты увидел человека лицом к лицу, вот в настоящий момент. То есть тогда, когда надо. То есть вот это вот, это судьба пробосила, или как угодно назовите эти вещи. И вот, если вдруг такое произошло, то тут не нужно полагать, что вот удача тебе улыбнулась, вот, ты вскочил на коня и поскакал, размахивая саблей. Вот. Это все сплошные глупости. Потому что если ты угадал, вообще-то говоря, что произошло, каким-то внутренним чутьем ты понял, в общем, куда тебе надо двигаться, то дальше только труд и терпение. Если бы вы могли изменить что-то в своей жизни, что бы это было? Ну, я бы совсем по-другому, наверное, разговаривал бы со своим сыном. Вот. Очень много раз, когда я говорил резкости, я бы не стал этого делать. Вот. И трудно сказать, вот как бы рассматривая свою жизнь, или, так скажем, маршрут пути, вычленяя одни места и заменяя их другими. Хотя бы просто потому, что из предыдущего вытекает последующее. То есть, если я что-то не сделал или сделал, то завтра это будет продиктовано вот этими предыдущими обстоятельствами. Вот. Так я, например, мог бы познакомиться со своей женой, скажем, в году, наверное, в каком-нибудь 1972-м. Вот. То есть, ну, вот все обстоятельства, они склонялись к тому, что вот, так сказать, это какое-то знакомство могло бы реализоваться. Но по странности этого не произошло. Вот. А познакомился я с ней на литературном объединении спустя четыре года. Вот. И уже потом выяснилось, что вот был момент, вот, предшествующие года, когда все, в общем-то, могло бы случиться. Случиться в смысле знакомства. Вот. А случилось ли бы оно в смысле семьи, вот, и любимой жены, это большой вопрос. Вот. Потому что вот, смотря на себя предыдущего тех лет, ну, надо сказать, что я не испытываю особенного восторга. Как бы вы определили, что такое дружба? И кто такой друг? Вы знаете, с дружбой у меня были очень непростые отношения. Дело в том, что, наверное, я требовал от того или иного друга, в общем, какого-то такого повышенного вклада вот в эти вот наши дружеские отношения. Вот. Но, как я сейчас понимаю, это неправильно, потому что не нужно требовать человека больше, чем ты требуешь самого себя. Это во-первых. А во-вторых, человек слаб, так сказать. Если он тебе дает что-то, то вот, значит, больше сегодня он не может. И надо быть благодарным за вот эту вот меру, которая тебе досталась. У меня вот на протяжении, ну, скольких там, я даже не знаю, четырех, что ли, десятилетий или трех с половиной, по существу есть один, в общем, первый и верный друг Михаил Болгов. Это воронежский поэт такого авангардного, так сказать, склада. Вот. Но при этом с объединением с почвой, вот, что само по себе, в общем, достаточно удивительно и нечасто случается. И вот у меня с ним, в общем-то, были дружеские отношения, такие от очень теплых до совершенно, так сказать, антагонистических. Вот. И сейчас я, когда его встречаю, я всякий раз, в общем-то, рад его видеть и, в общем-то, счастлив, что он выбрал минуту и зашел. И я рад тому, что, вот, с 76-го года, вот, я его знаю, и сама по себе эта дружба, она претерпела много таких трудных моментов, связанных не только со мной, а, скажем, вот, с тем, что, вот, мои родители, они, вообще-то говоря, не были очень рады тому, что я начал писать стихи. Они считали, что это вообще баламутство какое-то. Вот. Ну, и Болгов, он тоже был как раз вот из этой вот шайки баламутов. И, вот, на протяжении многих и многих лет вот эти вот наши отношения, они претерпевали, как бы сказать, разную степень откровенности. То есть, вот, я знаю, допустим, что мне нравится в поэзии, при этом я знаю, что, скажем, эту точку зрения он не разделяет, я ее не навязываю, потому что мне достаточно того, в общем-то, что я вижу в нем, в общем, и это мне по душе. Как бы вы определили, что такое любовь? Вы знаете, вот вопрос любви, он вопрос в достаточной степени сложный. Почему? Потому что вот у нас сейчас время такое, время видеоклипов. Вот. И сейчас, когда ты видишь, допустим, или бравого молодца, так сказать, или какую-то бойкую, так сказать, девушку, вот, то тебе кажется, что вот все те качества, которые вот, как бы бросаются тебе в глаза, они, ну, вполне достаточны для того, чтобы ты, в общем-то, воспринял этого человека, как такого субъекта абсолютного, что ли. на самом деле, вот внутри человека должно быть какое-то соответствие его, собственно, личностного начала и его внешности. Вот. Не обязательно, чтобы одно хромало, а другое, там, скажем, превосходило это первое. Вот. Это по-разному бывает, и всякий раз такое единение, оно очень и очень индивидуальное. но любовь, во-первых, она требует терпения, это совершенно несомненная вещь. Вот. И она требует веры в нее, вот, скажем, мужчины или женщины. И когда эта вера есть, и когда есть терпение, то, в общем-то, какие-то невзгоды, какие-то, в общем, взаимные неурядицы, они преодолеваются, ну, я бы не сказал, с течением времени, это как-то широко сказано, так сказать, с течением недели, с течением месяца, может быть, с течением трех дней. Как-то так. Вы знаете, про себя достаточно трудно говорить вот по ряду характеристик. Например, кто-то мне говорит, что я страшно терпеливый. Вот. Я это воспринимаю с некоторым удивлением, потому что считаю, что напротив я как раз человек с малым уровнем терпения. Вот. Но постепенно я как бы понимаю, что надо, так сказать, терпеть и не спешить. Вот. И когда я вижу, что вот я в какой-то, так сказать, момент, в какой-то коллизии, я, скажем, не спешу, то потом все складывается так, как оно должно быть. То есть это лишнее подтверждение того, что установка правильная. Вот. Потом, что я в людях не люблю, я не люблю, как долгут. Вот. В свое время, я не помню уже, чьи воспоминания читал, там была приведена ситуация с Александром Александровичем Блоком, который выходил после своего последнего прижизненного выступления в Большом театре, где он был таким и бледным, и усталым, и читал каким-то невыразительным таким вот голосом. Вот. Ну, и люди, почитатели его встречали, и кто-то из толпы выкрикнул ему, Александр Александрович, я вам посылал свои стихи. Вот. Как вам они? Блок как-то так скривился, в общем-то, и сокрушенно сказал, плохо. Очень плохо. И вот один из его коллег, там, друзей, вот, или сопровождающих лиц, как-то его укорил, так сказать, Александр Александрович, ну, вы как бы помягче, а Блок вдруг, так сказать, на него так посмотрел, с лицом таким, сразу, так сказать, изменившим его выражение, и сказал, надо говорить правду. Вот я считаю, что надо говорить правду. Как, на ваш взгляд, нужно преодолевать трудности? Ну, трудности, вот, они у меня были какие? Скажем, вот, когда я поступал в литературный институт, вот, ну, как бы я, вот, преодолевал эти трудности, потому что я помню, что я поступал в семинар к Николаю Старшинову, не прошел тогда по творческому конкурсу, поступал в семинар к Владимиру Цибину, это все по поэзии, тоже не прошел по конкурсу. Потом, уже не помню, к кому еще, вот, но потом, значит, я приезжал в Москву каждый вторник на семинар Александра Алексеевича Михайлова и Галина Ивановна Седых, это, собственно, два критика, и, надо сказать, по литературному институту семинары, руководители которых были критиками, а не, собственно, вот, жанровыми такими вот людьми, скажем, прозу ведет прозаик, поэзию ведет поэт, вот, они были более разнообразными и более щадящими по отношению к тем вещам, которые семинаристы выдавали для обсуждения. То есть это была та трудность, потому что несколько человек, которые туда старались поступить, вот, но сталкивались с какими-то, в общем-то, там, такими административными невзгодами, они эту попытку, в общем-то, забрасывали, вот. И вот к трудностям, понимаете, надо относиться примерно так, вот, как в армии, скажем, есть такая садистская, может быть, задача, которую комендант Гауптвахты, значит, ставит перед своими прострафившимися солдатами, взять зубную щёстку, так сказать, вот, и вычистить плац. Вот. А здесь ты, конечно, так сказать, вот до таких садистских образов не доходишь, но, по крайней мере, вот, попытки добыть огонь древнего человека, так сказать, путём трения, так сказать, они тебе понятны. Вот. То есть нужно, как бы, стараться, так сказать, делать так, чтобы вот что-то, так сказать, оно, вот, перешло из одного качества в другое. Вот. Чтобы, допустим, так сказать, истирая цепь, цепь, так сказать, истончилась и распалась. Вот. Ну, и, так сказать, какие-то примеры подобного ряда. Выбирая из всех в мире, с кем бы вы провели этот день? Ну, вы знаете, я бы провёл вот этот вот день со своей семьёй. Вот. Или дома, или, ну, в каком-то месте, которое мне близко по тем или иным причинам. То есть в этом отношении я не считаю себя таким вот туристическим человеком, который бы, скажем, сорвался с места и поехал смотреть некие достопримечательности. Почему? Просто потому, что все вот эти вот визуальные впечатления, они носят несколько внешний характер. То есть я не говорю, что они плохи. Я говорю о том, что они недостаточны. Вот. И вот то, чего сейчас, допустим, вот на сей момент мне не хватает, это вот время, которое я мог бы проводить с семьёй. С кем из известных людей вам хотелось бы пообщаться, просто поговорить? Вы знаете, вот очень часто бывает, задают вопрос, кто ваш любимый писатель? Вот. Ну, и ты говоришь вполне по достоинству, там, будь то Достоевский, там, или Лермонтов, там, или Пушкин, или кто ещё. Вот. Вот. Или, там, скажем, из двадцатого века. Вот. Я бы хотел вот как-то поговорить или позадавать вопросы блоку. Вот. Потому что я испытываю вот просто какое-то неприходящее восхищение перед вот этой вот фигурой. При том, что у него были какие-то свои вполне такие богемные заскоки, вот, связанные вот с его женой, с любовью Менделеевой. Вот. Ну, и с тем, что, в общем, не совсем здоровый образ жизни он одно время вёл. Вот. Но, так или иначе, это был человек исключительной интуитивности, человек, который вот совершенно отчётливо видел окружающий мир, и который мог найти слова для того, чтобы этот мир охарактеризовать. Вот это все свойства, которые можно перенимать, перенимать и перенимать, и всё равно до конца ты их в должной степени к себе не привьёшь. Вот. И вот блок в этом отношении для меня был бы именно тем человеком, с которым я хотел бы поговорить, именно тем писателем, которого я, наверное, больше всего люблю. Есть ли такие темы, на которые вам хотелось бы говорить? Что сейчас важно для вас? Ну, трудно сказать, понимаете. Может быть, это тема о том, какой будет завтрашняя литература. Просто сегодня она находится в некотором таком взбаламученном состоянии, и многие вещи, которые, ну, тебе кажутся, ну, скажем, справедливыми, я не знаю, или точными по какой-то характеристике такой вот, ну, в полиэтистическом, скажем, плане, вот, они могут завтра просто уйти. То есть ты не знаешь, каким будет этот завтрашний литературный день. И вот об этом, конечно, рассуждать, в общем-то, необходимо. Каким бы вы хотели видеть будущее? Ну, я хотел бы видеть критику неангажированную. Вот почему, собственно, я так достаточно, может быть, жестко ее характеризую? Потому что сейчас вот ее ангажированность, она очень часто диктуется даже не идеологическими пристрастиями того или иного, скажем, круга писателей, а просто вот круг этот может быть связан внутри себя чисто житейски. Вот. Или там, скажем, патриоты там, или либералы, так сказать. Вот. Вне зависимости. Потому что критика расчетливая — это труп. Он никому не нужен, так сказать, он будет выкинут. И потом, понимаете, еще есть вот такой момент, связанный с критикой. Так или иначе, критика работает с отраженным светом. То есть первоначально должна появиться или там поэма, допустим, или там рассказ. Вот критика вступает в дело уже потом. Понимаете? И в этом отношении вот критик, он должен понимать вот эту вот свою вторичность. Это не означает, что он должен чистить ботинки, понимаете, тому или иному первичному творцу. Совсем нет. Он должен понимать свое место в иерархии. Потом, вы знаете, здесь еще какая вещь есть. Дело в том, что когда ты, допустим, написал, условно говоря, вот про поэтессу, так сказать, Диану Канн, а потом ты садишься и начинаешь читать стихи, скажем, такого поэта замечательного, Анатолия Аврутина. Вот у тебя эхо от Дианы Канн, оно должно затихнуть. Вот ни малейшего, так сказать, писка там такого, так сказать, не должно быть в сознании. Потому что тогда ты уже будешь, в общем-то, как бы дезориентирован вот этими вот разными, условно говоря, сигналами. Вот. И вот тут, когда я, ну там поэту, который спрашивает, ну ты там не сел меня читать? Я ему говорю, ты знаешь, я вот того-то еще, так сказать, не забыл. Вот. Он у меня в голове еще звучит. Вот. Это, наверное, недели через две. Потому что вот как-то я садился, значит, вот читать какую-то новую весть, тогда, когда задачи какие-то передо мной стоящие я выполнил, я чувствую, что оно не идет. Вот. Голос, так сказать, не тот. Вот. Потому что холодные критики, понимаете, это патологоанатомы. Вот. Ты когда читаешь стихи, то ты видишь человека живого. Вот. Вот. А когда, значит, вот некий холодный критик, значит, смотрит на вот эту вот книжку, то, так сказать, он в ней видит самого себя в зеркале. Вот. Это какая-то, вообще говоря, аберрация сознания. Я как-то говорил, что, понимаете, вот для критика необходимо понимать себя не в качестве такого, знаете, контролера билетов, так сказать, в поезде. Вот. А в качестве человека, который вот погружается вот в эту вот стихию. И из нее добывает то, что, в общем-то, ему нужно, и то, что, единственно, для него важно. То есть критик, он, в общем, человек, который должен любить, вообще говоря, того, о ком он пишет. Вот. Вот. А так, вообще, он должен любить предмет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова